Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Какие дети подлежат обязательному взятию на консульский учет? Друзья, обязательному взятию на консульский учет подлежат Итак, дети, которые до выезда за границу круглосуточно проживали в любом заведении для детей, независимо от того, имели ли они статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Дальше. Дети, устроенные в семьи патронатных воспитателей. Также дети, переданные под опеку, попечительство, устроенные в приемные семьи или детские дома семейного типа. Также дети, выехавшие за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, либо без наличия согласия второго родителя, или в сопровождении бабы, деда, сестры, брата, мачехи, отчима, или других людей, которых уполномочил только один из родителей ребенка. В течение какого времени нужно поставить ребенка на консульский учет? Друзья, человек, в сопровождении которого ребенок покинул Украину, должен обратиться в консульство в течение одного рабочего дня после прибытия в окончательный пункт назначения. Рекомендуется сразу по прибытию в место пребывания за границей сообщить соответствующее посольство или консульство. Затем при первой возможности следует подать в посольство или консульство документы, необходимые для взятия ребенка на временный консульский учет. Какой алгоритм действий? Итак, найдите посольство или консульство, где вы находитесь. Следующее, сообщите соответствующее посольство или консульство средствами электронной связи данные ребенка, перевезенного из Украины, это фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, заведение, в котором находился ребенок в Украине, адрес проживания ребенка за границей, сведения о сопровождающем лице и его статусе, также контакты сопровождающего лица. Следующее, узнайте время консульского приема и предусмотрена ли предварительная запись на прием. Следующее, если запись предусмотрена, запишитесь, пожалуйста, на прием и подготовьте необходимые документы. Это фото размером 35 на 45 миллиметров с изображением лица ребенка. Изображение лица должно составлять от 70 до 80% общей площади фотографии. Фон белый или светло-серый. Следующее, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, выданный на имя ребенка. При наличии, конечно, паспорт гражданина Украины, выданный на имя ребенка. При наличии свидетельства о рождении или выписке из государственного реестра акта гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка. Также документы, выданные компетентными органами иностранного государства, подтверждающие пребывание и адрес места проживания ребенка на территории этого государства. Также при наличии. Следующее, оригинал вашего паспорта гражданин Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Также документы, подтверждающие ваши полномочия на сопровождение и представительство интересов ребенка за границей. Друзья, мы сейчас живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права как дома, так и за границей. Также рекомендую фиксировать военные преступления Российской Федерации. Военные преступления – это действия, связанные с причинением смерти или ранения гражданскому населению. Также уничтожением или незаконным захватом гражданского имущества, а также нарушением прав военнопленных. Военные преступления не имеют срока давности, и на международном уровне они принадлежат к юрисдикции Международного уголовного суда. Преступники должны ответить за свои деяния по всей строгости закона. Также уважаемые соотечественники из Украины, если у вас есть вопросы по международной временной защите или беженству, приобретения, прекращения, изменения страны, консультации по трудоустройству, студенчеству, материальной помощи и либо миграции в 150 странах мира – Европы, Южной, Северной Америки, Австралии и Азии. Также возвращение на Украину, предоставление правовых разъяснений по трудовому праву – это увольнение, назначение, отпуска, вопросы по заработной плате. Также по налоговому праву – это уплата налогов, предоставление правовых разъяснений по военному положению и мобилизации в Украине, по защите детей, по защите инвалидов, оказание правовых разъяснений по гуманитарной помощи, по IT-деятельности для фрилансеров, предоставление правовых разъяснений, предупреждение и противодействие буллингу, травме и проявлением насилия. Можете обращаться за разъяснениями по правовым аспектам или подписывайтесь на YouTube-канал «Реализация законного права», где я объясняю юриспруденцию простым языком для повышения грамотности населения. Видео сопровождается готовыми к применению рекомендациями, ссылками на действующее национальное, то есть украинское или иностранное законодательство. И увидимся с вами, друзья, в следующем видео.